Друзья, всем привет! Сегодня 24 ноября, пятница, черная пятница. А это значит, что кого-то из вас сегодня после работы потащат по магазинам ошкурить, так сказать. Но дело не в этом. Сегодня у нас будет Skoda Superb с двигателем 1.8. Автомобиль появился на нашем рынке с 2015 года, поэтому сегодня мы поговорим о нем. Как вы видите, автомобиль у нас оклеенный, он дилерский, его нам предоставила Skoda Auto Sped Center. Им за это огромное спасибо. Если вдруг кто-то действительно хочет купить Superb, пишите в первую очередь мне. Обещаю посодействовать в получении хорошей скидки. И если ты сейчас на секундочку подумал, ага, реклама, все сейчас будет хвалить автомобиль. Нет, все у нас будет объективно, потому что спонсором у нас сегодня является Авито. Друзья, все вы знаете про этот сайт. Но не забывайте о том, что у Авито есть раздел авто, заходя в который вы всегда можете продать ваш автомобиль, купить автомобиль. Также этот раздел давно полюбился официальным дилерам, и они выкладывают туда действительно хорошее предложение. Все, что вам остается, это только позвонить и уточнить все условия сделки. Друзья, вторичный рынок сегодня действительно востребован. Именно поэтому Авито запустила такой проект, как автотека.ру. Переходя на который, вы можете вбить ВИН-номер автомобиля, который вы хотите купить. Вот все мы с вами прекрасно знаем, когда лазишь по объявлениям, всегда видишь, не бит, не крашен, все технические обслуживания у официального дилера. Вот сегодня у вас есть возможность все это проверить. Услуга стоит 99 рублей. Вбиваете ВИН-номер и получаете детальный отчет на вашу электронную почту, из которого вы сможете узнать, участвовал автомобиль в ДТП, кредитный он, находится он в залоге у банка, есть на нем арест. В общем, полезную информацию вы можете получить через этот сервис. Авито авто, автотека.ру. Ссылки ждут вас в описании. Давайте переходить к внешнему виду автомобиля. Здесь мы зацикливаться не будем, так как автомобиль катается уже с 2015 года. Уже много про него было споров. Кто-то считает его идеально сбалансированным. Одни говорят, вот спереди, сбоку, сзади, здесь все хорошо, хороший кузов, удобный багажник. Другие, как обычно, говорят, что ваг, груб, все стандартно, все типично, скучно. Что скажу я, вот конкретно эта версия, вот штатская, скажем так, ну на самом деле ее страшно не назвать. В тот же момент какой-то ее игристой, там задиристой, молодежной, тоже не назову. Но есть у них версия, когда идет с пакетом спорт. Вот там внешний вид меняется, и он на самом деле смотрится куда интереснее. Мне кажется, что с пакетом спорт автомобиль идеально смотрится в черном цвете. Если подойти поближе, ну на что здесь обычно все обращают внимание? Конечно же на оптику, она здесь изменилась. У нас стоит биксенон, с возможностью следить за рулем. Дневные ходовые огни, диодные. Решетка радиатора, ну я бы сказал стандартная. Что-то здесь возможно изменилось, но на мой взгляд, вот я как бы езжу в потоке, смотрю на шкоды. Ну, прямо говоря, морда здесь также осталась узнаваемая. Передний бампер, вот смотрите, в нем установлены противотуманки, они галогеновые. С одной стороны, это конечно же уже кажется вчерашним днем. Особенно когда ты едешь и в потоке видишь машину с желтым светом. Уже думаешь, ага, базовая комплектация, дешевенькая. С другой же стороны, с точки зрения прямого назначения, галогеновые противотуманки гораздо эффективнее, нежели чем ксенон колхозно установленный, либо диоды. Вот обратите внимание, смотрите, вот если присесть, вот видите линия идет, она ровная такая, чем-то она мне прямо напоминает линию от Ауди. В эслайне, когда автомобиль идет. С одной стороны, ты можешь подъехать к бордюру, запарковаться. С другой стороны, вот если присмотреться, здесь такой клык как бы идет, он опускается ниже. И кто-то уже им черканул. Поэтому это нужно учитывать. Когда паркуешься, смотришь. В общем, размазывать кашу по тарелке, обсуждая внешний вид, мы не будем. Сейчас вы автомобиль видите у себя на экране по кругу. Красивый он, некрасивый. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Решение примите вы самостоятельно. Мы идем открывать капот, потому что там есть что рассказать. Открывая капот, в первую очередь, конечно же, бросается в глаза то, что здесь это от газоупоры. Это на самом деле удобно. Парни, вот вы не думайте только о себе. Понимаешь, вот я как мужик, да, я могу открыть, палку поставить, это не проблема. А вот девушка, жена твоя, ну например, там ей нужно ему лайки долить. Все равно вот ей палочку это, ну не так удобно. Казалось бы, что это дорого что ли? Нет, конечно. Переходя к технической части. Смотрите, огромный ассортимент по выбору мощности автомобиля. Начиная со 125 сил и заканчивая 280 силами. Также автомобиль представлен с полным приводом. В чем плюс, например, ВАК Групп и конкретно Шкоды? Что автомобиль даже с 125 сил и 1,4 объемом двигателя едет до первой сотни чуть быстрее 10 секунд. Он идет на механике, все автомобили, все двигатели оснащены турбинами. В этом есть свой существенный плюс, так как на динамику жаловаться не приходится. И всегда для тех, кто хочет помощнее, побыстрее найдется своя комплектация. Классно вообще. И за счет большого ассортимента нужно не забывать, что ценник на автомобиль стартует с цифры 1,3 миллиона. И заканчивается примерно 2,4-2,6, если я ошибаюсь. Вы можете найти автомобиль, он будет стоить 2,3 на официальном сайте, допустим. Но дополнительно набрать различных пакетов еще 1000 на 200. О скидках на автомобиль, о реально возможных скидках мы поговорим в конце видео. Но давайте перейдем непосредственно к нашему автомобилю. У нас установлен двигатель 1,8, 180 лошадиных сил. Разгон до первой сотни в 8,1 секунда заявленный. Крутящий момент 250 ньютон метров. Расход по городу заявлен, конечно же, меньше 10 литров. В реале, вот мы сейчас катаемся, уже он показывает в районе 12 литров. Если выйти на трассу, конечно же, он будет гораздо экономичней. Я думаю, все, кто автомобилем интересовался, знают то, что до этого была проблема с масложором. Все рекламные буклеты, все дилеры, все абсолютно люди, кто любит автомобиль, кричат о том, что эта проблема решена. Что все, вот я откатал 50 тысяч на автомобиле, такой проблемы нет. И это на самом деле действительно так. Но здесь нужно учитывать один нюанс. Есть уже информация в открытом доступе, которая говорит, что проблема была решена за счет того, что мы как минимум поменяли другие кольца. Поставили масляные. Эти кольца тоже сделаны по такому принципу, что износ их будет примерно к 100 тысячам пробега. А это говорит о том, что когда ваш автомобиль добежит до первой соточки, у него начнется масложор. Он начнется, грубо говоря, в один день и он реально будет. Потом, чтобы его поменять, это нужно будет менять, например, те же самые кольца. Если это начнется раньше, то, как правило, это, конечно же, будет гарантийный случай, вам это заменят. Проблема была, ее вроде бы как доработали, но посмотрим, уже отзывы есть, то, что у кого-то пошло. Это я не придумываю. Вы можете открыть сами интернет, посидеть, поизучать. Люди пишут. Вот некоторые говорят, форумы, форумы. А что форумы, там что, не люди пишут? Если человек говорит то, что да, присутствует. Сейчас, конечно, если вы найдете отзыв, как там 20 тысяч пробежал, 30 тысяч, проблем нету, все идеально. Отмечу, что бывают проблемы с распредвалами. Был человек, который обращался, писал мне об этом лично. Говорил то, что поменяли ему все по гарантии. Интеркулер теперь стоит у нас атмосферный. Помпа раньше была с ней проблемой, сейчас особых нареканий на нее вроде бы нету. Но посмотрим. Машинка бегает, отзывы пишутся. Работает наш двигатель в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. DQ250 идет у нее индекс. Значит, какие у нее плюсы и минусы? Ну, смотрите, во-первых, она сухая. В этом есть свой изначально минус. Есть 6-ступенчатые коробки передач. Они тоже идут уже с мокрым сцеплением. Есть и механическая коробка передач. Вот единственный вопрос, которому задается большинство владельцев, почему Skoda не может поставить всеми любимый гидротрансформатор? Поставить обычную 6-ступенчатую автоматическую коробку. Но спрос на это есть. Тем не менее, оставляют ее и начинают учить людей, как правильно ей обращаться. Коробка не любит пробок. Вот если на этом автомобиле ездить по трассе, периодически разгоняться хорошенько, не означает о том, что вы завели автомобиль и прям газ в пол. Нет, это не совсем правильно. Если ты едешь в 40, и вот притопил газку, педаль в пол, она это любит. Работает она, в принципе, очень хорошо. Она переключает передачи быстро. Эту коробку, например, 8-ступенчатые роботизированные, их также ставят на Porsche. Но Porsche это то же самое вокруг, поэтому здесь удивляться ничего не нужно. Но вот эксплуатации в пробках коробочка, конечно, не любит. Уже много прописывал лайфхаков, какие нужно обращаться. То есть переводить в ручной режим. В общем, это решаемо. Тем не менее, это здесь, в принципе, доставляет некое неудобство. Когда едешь спокойно, она может попинываться. Все ее болячки характерные и известные. Кто покупает коробку, это они уже знают, что от нее ждать. Тем не менее, не забываем о том, что DSG, коробка болезненная и проблемная. Частенько на нее жалуются, меняют сцепление, меняют мехатроник. Если даже сейчас вбить в интернете DSG, сразу вылетает десятки сайтов, которые предлагают ее отремонтировать, продать вам на нее запчасти. Проблемы есть, но опять же, сейчас все говорят о том, что ее доработали. Сейчас жалоб на коробку стало меньше. Отмечу справедливо и честно, что проблема до конца не ушла. И на нее нарваться можно. В чем еще значительный плюс двигателей? То, что они легко поддаются с чиповки. Достаточно их перепрошить, и машина едет уже совсем по-другому. Да, я с вами полностью согласен, что просто поменять прошивку и гонять на машине не совсем правильно. Нужно менять полностью. Не надо менять поршневую, в общем, надо дорабатывать детально. Тем не менее, дилеры сами ставят прошивку, берут за это деньги, и когда ты находишься на гарантии, они как бы за автомобиль отвечают. Так, например, в линейке ВАГрупп есть двигатель на 220 сил, который устанавливается также на Тигуан. Изначально он едет примерно 8 секунд до первой сотни. Но его можно надуть до 350 сил. Там будет бешеный крутящий момент, там чуть ли не под 450 ньютон метров, если не больше. Умеете, могете просто. И он поедет по заявленному 5,5 секунд. Многие говорят, да вы что, да он взорвется, если там нажать газ в пол. Тем не менее, есть люди, которые его уже ставили, эксплуатируют, носятся и пока что не жалуются. Понятное дело, что вопрос, сколько он проживет, это вопрос времени. Да и вообще в целом, то, что любые двигателя сегодня на 300 плюс уже не рассчитаны. Они имеют ресурсы серии там до 150, до 200 тысяч, а дальше начинаются поломки. Сколько отбегает непосредственно этот двигатель, покажет, как обычно, время. Шкоду в России любят. Машин катается у нас много. Для ремонта она легкая. Запчасти на нее найти тоже несложно. Отмечают люди, что они не такие дорогие. Поэтому покупая автомобиль, если вдруг даже по окончании гарантийного периода что-то с ним случится, надо следить. Надо смотреть. Есть, конечно, болячки, на которых нужно вам уже детально читать, изучать, смотреть. Но так вот на первые три года можно кататься, особых проблем знать не будешь. Тем более первые два года идет гарантия. Смотрите. Раз, два. Классно вообще. Идем потихонечку дальше. Капот здесь железный, но на самом деле не особо такой тяжелый, но все по стандарту. Двигателя на самом деле вообще считаются технологичными. Здесь применяется несколько систем подачи топлива. Одна подается, когда автомобиль работает на холостых оборотах, вторая, когда он уже едет. В общем, их хвалят. Говорят, хорошие, молодцы, хорошую динамику показываете, хорошая экологичность. Вот, например, такие мелочи, как запотевание фар у автомобиля присутствует. Подчеркиваю, автомобиль же новый, дилерский, катается. Но вот проблемка есть налицо. Продолжая осматривать автомобиль, ну что нас еще может интересовать? Лакокрасочное покрытие. Здесь старая песня о главном, что сегодня автомобиль от подобного D-класса красится примерно 130-170 микрон. Все зависит от конкретных частей кузова. Все кузова на сегодняшний день оцинкованы. То есть защита от коррозии, заявленная, примерно 10-12 лет гарантия идет. Если наш автомобиль подъять на подъемник и посмотреть его снизу, то мы увидим то, что это копия, или даже, можно сказать, брат Volkswagen B8. Много здесь чего пересекается между собой. По драмнику автомобиль идет железный. Это, конечно же, плюс для наших российских дорог. Если, например, посмотреть на Audi, они вроде бы, если я не ошибаюсь, ставят их алюминиевые. Но я вам хочу рассказать про другое. Вот вы наверняка все слышали, когда смотрите различного рода обзоры касаемо VAC Group. Там частенько говорят, автомобиль построен на платформе MQB. Вот все MQB, MQB, новая платформа. А что вообще такое эта платформа значит? На русский язык она переводится как модульная поперечная матрица. Позволяет легко и быстро изменять колесную базу и ширину колеи авто. Что позволяет адаптировать конвейер авто под выпуск разных автомобилей. В общем, это как конструктор. Конечно же, это неудивительно. Для производителя конвейера это всегда выгодно. Тем не менее, для нас, вот мы с вами смотрим, вот Superb стоит. Вот поставить Passat внешне, они будут разные. Но по факту, по-своему, если посмотреть на автомобили, плюс-минус техническая часть похожа. Поэтому разные автомобили сегодня ездят по городу. Вот много что можно увидеть. Но если начать разбираться, плюс-минус все одно и то же. Страна сборки нашего автомобиля Чехия. Superb производят непосредственно в Чехии. Кодиаки сейчас еще производят в Чехии. Вес автомобиля 1485 килограмм заявленный. Это примерно так же, как вот мы недавно снимали двушку купе от BMW. Там вес был примерно такой же. Дорожный просвет у автомобиля 164 миллиметра. В принципе, неплохо для седана D-класса. Габариты вы сейчас видите на экране. Это нормально. Подвеска у автомобиля передняя, независимая, амортизационная стойка типа Максерсон, плюс стабилизатор. А задняя независимая, многорычажная. Что дает стабилизатор? В городе на кочечках машина реально мягенькая. Мы уже катались, проезжаешь левее, правее. Какая-то, знаешь, такая проселочная, скажем так, дорога. Он ее глотает. В тот же момент пробить подвеску здесь запросто. Если разогнаться, влететь в какую-то яму, ход у нее короткий, пробить там, допустим, потек тот же самый амортизатор, ну, отправляешься на ремонт, меняешь, не проблема. Колеса у нас 18-е, 235 на 45 идет профиль. Дисковые тормоза передние вентилируемые, задние просто дисковые. В общем, здесь все без изменений, как у большинства производителей. Встречаются нарекания на лобовое стекло. Говорят, легко его повредить. Бак у автомобиля 62 литра. Можно заправлять 95-м, но рекомендую себя заправлять 98-м. Это даже написано на баке. Переднее сидение водительское настроено под меня, поэтому сажусь сам за собой. Делаю это без проблем. Места здесь достаточно в автомобиле. Ну, на самом деле, рассказывать о том, что вот здесь какое-то расстояние, может, ногу на ногу. Что хочу сказать. Автомобиль у нас стоит порядка 2 миллионов рублей. Ну, чуть-чуть пониже цена, там, 1 миллион 900. При всем этом, тряпочка. Раз. Ваггрупп, все вот это наборное. Мне, на самом деле, как человеку, это не очень нравится. Когда ты можешь прийти, там, какую-то функцию дополнительную взять. Про камеры задней нету, но это можно доплатить, купить ее отдельно. В общем, это можно собрать. Кому-то это, наверное, удобно. Удобно, это, как правило, тем, у кого действительно есть деньги. Можно собрать комплектацию под себя. Если же говорить о максимальной комплектации, ну, за 2 миллиона в горочку она улетит. Что есть сзади? В автомобиле трехзонный климат. А подогревы сидений есть. Можно открыть подлокотничек. Минимальный такой набор опций, которые есть. Ну, то, что есть климат, это вообще, на самом деле, плюсик такой, не маленький. Вот эта часть, она, видите, такая скошенная, но мягкая. То есть, если головой упираться, как обычно, вот я люблю, знаешь, на машине сесть, поспать можно на дорогу. Главное, чтобы по трассе ехать, а не где-нибудь, там, где тебя волтузить будет. В общем, присаживаться в автомобиль на задний ряд удобно. Если сложить сидения, они здесь складываются ровно, у пола до сих пор не образуются. Я думаю, это со временем 100% будет. Говорят, что на некоторых каких-то моделях уже это появилось. Тем не менее, в нашем случае ступенька остается. Переходя к задней части автомобиля, отмечу, что здесь симпатично очень смотрятся задние фонари. Они идут диодные. На вкус и цвет, конечно, но мне кажется, что задняя часть здесь смотрится гораздо выигрышнее, чем даже передняя. Когда едешь за автомобилем, ну, такой он, неплохой, скажем так. Нижняя часть, она идет пластиковая, черная. Вот вначале я вам сказал то, что было бы неплохо, чтобы был какой-то дополнительный обвес. Вот представьте, что это было бы что-то более такое агрессивное, задиристое. Мне кажется, было бы поинтереснее. Визуально кажется, как будто два патрубка у автомобиля идут. Если обратить вот на эти части. Вот покажи, пожалуйста. Вот такое ощущение, как прям сделано, что вроде бы здесь отсюда должен идти патрубок. Но он один есть, вот выхлопная труба, она вниз направлена, как вы видите, пока мы заводили автомобиль, прогревали его. Характерный нюанс есть. Было бы, конечно, круче, чтобы их было двое, как минимум. Ну, для красоты. Камеры у нас нету. Все, как я сказал вначале, оснащается дополнительно. Сервопривод двери, кузов хэтчбэк, багажник действительно большой. Он чуть больше 600 литров, если не ошибаюсь. Оснащение стандартное, ваговское. Фонарик, запасное колесо полноразмерное. В общем, все здесь присутствует. На этом мы останавливаться не будем. Пойдемте при... А, нет, запасное колесо я вам соврал. Оно не полноразмерное, оно 16. Тем не менее, пойдемте в автомобиль, присядем и отправимся на тест-драйв. И таким образом мы с вами уже сидим в автомобиле. Вот начну с простого. Жена говорит, оператор, какая-то это не до ауди. Ну, вы понимаете, да, чем я. Вагруп, не до ауди. Суть. Если присесть в автомобиль, вот посидеть в нем денек, второй, покататься на машине. На самом деле, знаешь, ну, приятный салон. Нет здесь ничего, прям какого-то изыска такого. Все здесь наборное, как я вам говорю. Надо смотреть, что есть в базовой версии. Перечислять это все не буду. Вы можете посмотреть сами на официальном сайте. В нашем случае, с левой стороны, как обычно, управление светом идет. Автоматические стеклоподъемники по кругу. Есть цветной многофункциональный дисплей. Камеры нету, нету навигации. Но она здесь не нужна, потому что здесь есть система CarPlay поддерживает. Поэтому все мы сегодня пользуемся с вами смартфонами. Можем все это передавать с вашего телефона на дисплей. Это удобно, это классно. Идет у нас раздельный климат-контроль, управлять которым можно. Пепельница, фигепельница. В общем, все здесь понятно. По интерьеру, как обычно, делать выводы вам. Вот такая вот шторочка. Казалось бы, мелочь, а приятно. Но согласись, закрыто. Смотрится лучше. Стояночный тормоз электронный. Автохолл-система. Разгоняться начинаем выше 20. Сразу закрываются двери. По комплектации очень много. Разброс. То есть, выбрать можно все, что угодно. Будет и подогрев лобового стекла. Будут различного рода подсветочки. По салону подогрев рулей. Здесь все как обычно. В общем, по салону, друзья, выводы делать вам. Не люблю вот это разжевывать. Понимая то, что интерьер автомобиля имеет большое значение. Потому что мы здесь проводим большую часть времени. Тем не менее, решение остается за вами. Когда первый раз садишься в автомобиль, первым, что бросается в глаза, это зеркала и обзорность. Они здесь действительно очень маленькие. Как боковые, так и внутренние. Складывается впечатление, что зеркала стоят здесь от автомобиля Audi A3. К точке зрения комфортности и посадки ставлю плюс. Под себя сидение настроил. Слева руку кладешь. Удобно. Подлокотник удобный. Как я люблю руку на селектор и переключение передач. И поехал. Мы едем сейчас 35-40 километров. Газку в пол. Буквально секундная раз задержка. И машина поехала. Отормаживаемся. Тоже все быстро. На самом деле все слетело. Зеленый загорелся. Нам надо дать газку в пол. Двигатель очень хорошо слышно, как работает. Когда турбина начинает тянуть, динамика сразу становится поинтересней. Вот перестроение влево-вправо на самом деле не очень комфортно. 335-я BMW наверняка себя чувствует гораздо комфортнее на таких скоростях и перестроениях. Ага. Убегает от меня, пытается. Ну-ка за ним. Нажимаю в пол. Задержка. Начинаем разгоняться. В общем, подхват хороший. 40-60 километров. Если бы автомобиль был полноприводный и 280 лошадей, это было бы, наверное, вообще пушка. Тем более сделать какую-то прошивочку. Ну, кто захочет сегодня себе 280 сил, с учетом того, что это повышенный налог, это больше расход по бензину. Ну, исходя из того, что я сам управляю автомобилем D-класса, для меня он как родной. Я сел по габаритам, я его очень хорошо чувствую. Вот мы едем. 0, да? Газку. Раз, два. Да, вот на третью секунду она поехала. В плане шумки, честно вам скажу, я удивлен. Почему-то мне казалось, что мы сейчас будем 80 разгоняться и уже прям будет там стоять такой характерный шум. Не, нормально. Может резина хорошая. Хотя колес тоже 18-й, не маленькие. В условиях города достойно. То есть 0-80 километров нормально. Тем не менее, вот шумку арок однозначно делать все советуют, все рекомендуют. Это стандартная проблема, в принципе, на многих автомобилях. Поэтому, если хочешь более комфортной езды, шумочку арок сделать нужно. Наш автомобиль, подчеркиваю, идет еще не на шипованной резине. Друзья, здесь, подводя итог, хочу сказать. Вот я катаюсь, делюсь с вами своими ощущениями. Но в любом случае, все атмосферы вам не передать. Если вам машина вообще интересна, вы присматриваетесь к ней обязательно на выходных скатайтесь в салон. Возьмите ее на часик хотя бы, попросите на тест-драйв выйти напрямую часа. Поперестраивайтесь, почувствуйте автомобиль. Вы почувствуете работу коробки. И сами сможете сделать выводы. Если смотреть на нее с точки зрения спортивности, разгоняется достойно. Ну, с учетом того, что 80 сил, 8 секунд, я думаю, по паспортам данным она поедет. С точки зрения перестроения, я бы сказал то, что машина все-таки валкая. Вот левее, правее, блин, некомфортно. С точки зрения комфортности, вообще для города. Вот передвигаешься, мы сейчас выключили музыку. Тихая машина, достойная. Поэтому, выводы дело здесь вам. Что я хочу сказать за автомобиль? Конечно же, на сегодняшний день 2 миллиона за такую комплектацию, я считаю, что это много. Да и вы считаете то же самое. Возвращаться про курс доллара мы не будем. Цены какие есть? Что можно сбить? 1200 можно сбить с автомобиля, можно сбить побольше. Что 2 соточки с комплектацией за 2 ляма при условии наличного расчета. Трейд-ин, кредит, страхование дополнительное. Все это положительно влияет. Техническое обслуживание у автомобиля стоит порядка 17 тысяч. Если смотреть про обслуживание на вторичном рынке, когда вы купили автомобиль, он тоже не такой дорогой. То есть, запчасти можно легко найти, обслуживать его можно в любом автосервисе. Машина простая. Стоит его покупать? Не стоит. Выводы делать только вам. Все плюсы автомобиля, все минусы уже давно известны. Зайдя в интернет, уделив пару дней, вы его хорошо изучите. Изучите ваш мотор, потому что линейка моторов большая. Изучите вашу коробку. Есть сухое сцепление, есть мокрое сцепление. В общем, почитайте, все поймете сами. Поэтому, оставляю его на ваш суд. Жду вас в комментариях для обсуждения. Друзья, у меня на этом все. В воскресенье, 26 ноября вечером у нас выйдет дневник Mazda 6. Мы уже снимаем. Что мы делаем? Пробег на машине 97,5 тысяч километров. Отправляюсь к дилеру пройти диагностику, поменять расходники различные. Ну, все увидите. Для того, чтобы понять, мало ли что-то есть по гарантии еще заменить. Посмотрим, расскажем. Остальные автомобили будем снимать. Следующий у нас, скорее всего, будет Hyundai, новая Sonata. В общем, парни, советуйте, рассказывайте. Благодаря автоспеццентру машин будет больше. Будем снимать чаще. Обязательно подпишитесь на инстаграм канала. Я это говорю не просто так. Все, кто им пользуется, подписывайтесь. Там выходят только новости. Друзья, всем хороших выходных. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok